Почему они увеличивают на сегодняшний день, готовы до 60 единиц увеличить? Это страны Европейского Союза. Вы помните, раньше в Советском Союзе 3 единицы было этого, потом подняли еще два раза, а сегодня до 25 единиц он. А как вы думаете, для чего это делается? Их такой, так называемый, органический наполовину падевой мед, они хотят, там же много оксимитилфорфурала, хотят приравнять с натуральным нашим мед. Поэтому я считаю, мы здесь должны как раз к этому относиться с таким пониманием, что сегодня идет работа и в отношении усовершенствования ГОСТов, вот как раз последнее Роскачество к нам обратилось, мы дополнили своими видениями, какие антибиотики отзерживают, какие ссори тяжелых металлов, спасибо Камане Евгении Константиновичу, оттуда тоже мы берем эти показатели для того, чтобы их нормативы и наши нормативы стали гармонизированы, и получить так называемый адекватный эффект. Ну вот это то, что касается нашей работы по отношению к качеству меда. Отношение своего доклада, так как Евгений Степанович, наверное, думает, что ему времени уже не хватит, я только пробегусь. Значит, в последнее время для того, чтобы принять те неплотные матки, которые произвели, чтобы посадить внуклезные семьи и получить достаточный квалифицированный ответ на количество и качество приема, мы провели такую работу. Значит, оптимизацию факторов нужно было посмотреть. И в этой схеме как раз эти подходы отражают, как расчет массы рабочих тел, заселяемых нуклеусами, так называемая критическая масса, которую мы всегда понимаем. Теперь выбор нуклеуса и расход рабочих особей, который зависит, конечно, влияет на экономическую эффективность нашей работы. Здесь вот мы показали, как происходит этот процент приема в зависимости от типа нуклеусов, при использовании рамок как гнездовых, так и уменьшенных на одну вторую, одну четвертую, одну шестнадцатую и так далее. Установили, что если же в четырехместном углеке данного плата произвести эту работу, расход массы пчел наибольший. При уменьшении на половину этой рамки, он уменьшается на половину ровно. А вот при уменьшении на одну, мы говорим, четвертую, на одну шестнадцатую, этот расход пчел уменьшается так же геометрически. При этом только, однако, количество процента принятых маток здесь зависит от ряда показателей. И вот мы в этом контексте посмотрели, что же собой представляет в этом плане использование рабочих особей, с которыми мы заряжаем эти нублиусы, представлены вот на этой таблице. Обычно как идут? Дает с инкубатора семью инкубатора рабочих пчел все-таки, или от нескольких семей воспитательность, или разновозрастные пчелы. Пока вот на это внимание мало обращали внимания, так как результат был всегда отрицательный. Но мы пошли вот немножко в другом плане и унифицировали вот третий вариант в этом плане. Посмотрите, пожалуйста, по 20 заселенных маток было, одноместные и двухместные непосредственно, это были нуклеусные бури. И в этом случае мы получили хороший результат, вот он, 17, посмотрите, принятых маток, и в одноместном 16, в двухместном это 17. Благодаря тому, что мы решили, а зачем нам комплектовать из разных семей воспитательниц рабочими особями, когда нужно иметь одну сильную семью воспитательниц, порядка 5-5,5 до 6 килограммов пчел, чтобы в нем было, и ими заселять формируемые нуклеусы. Оказалось, да, действительно, и эти же пчелиные матки, которые выводились именно в этой семье воспитательницы, раздавали этим нуклеусам. Результат оказался положительным. Стали искать ответы на этот вопрос. В литературе везде такой подход к разновозрастным пчел, если давать, был отрицательным. Но мы нашли такой ответ в этом плане. Считаем, что если заселять нуклеусы, формируемые для подсадки неплотных маток, из тех семей воспитательниц, с которым же выращивались, выводились эти матки, то в этом случае рабочие пчелы, несмотря на разновозрастный расплод, вернее, рабочих пчел, принимают подсаживаемых маток как своих. То есть феномен, который укладывается в биологию члены семьи, который мы всегда приветствуем и говорим, да, оказывается, этот вопрос можно приветствовать и говорить в таком же контексте. Ну и когда результат получили, мы посмотрели, рассчитали по этим расходам экономическую эффективность этого производства, ну и, конечно, установили, что в этом случае и расход рабочих пчел уменьшается, и мы получаем достаточно большое количество в этом отношении, и в плотных членных матках. То есть оборот нуклеусного парка здесь очень достаточно хороший становится, и выход на один нуклеусный улей пчеломатки на одно место увеличивается. Ну и в соответствии с этим мы для практического пчеловодства сделали такое предложение. Спасибо за внимание. Ну я постарался, что было пройдет. Спасибо большое. Спасибо. Как разведешь сильную семью, я не понимаю, как в этом говорить так. Хоть право. Согласен. Я согласен. Слово представляется Юр Степановичу я хочу поблагодарить всех коллег, которые нашли время и приехали, потому что действительно в наше время это сложно. буквально позавчера я проводил конференцию на Абра-Руси, по-человодски. Изъявили к нам приехать... Да, в Санкт-Петербурге. Изъявили к нам приехать наши московские гости. Остальные сказали, у нас времени нету, мы ограничены, у кого-то денег нету, все остальное. И особенно еще такая ситуация нервозная сейчас стоит у нас в научных исследовательских институтах. И не только в НИИ, но и в ведущих возах, в которых идет обучение студентов. Сейчас в науке творится что-то непонятное, которое мы не можем сами понять, и ответ будет нам ясен. Ну, где-то в ноябрю месяцу это все быстро будет ясно. И речь идет об объединении вузов, и речь идет об объединении в МИИ. Создаются федеральные исследовательские центры, создаются оригинальные исследовательские центры, создаются национальные исследовательские центры. Что дальше будет, мы, конечно, еще не знаем. Но, как говорят, двигатель загущен, колесо закрутилось, куда-то оно докатится. Любое колесо, которое катится, куда-то докатится. Куда оно нас докатит, в какую сторону, в положительную или в отрицательную, это мы можем потом сказать, лет через пять не больше. Тема моего доклада «Состояние пчеловодства на Северозаду». В основу доклада я поставил ту технологию, над которой наш отдел пчеловодства работал начиная с 1996 года и до сих пор. Эту работу ведет у нас по технологии содержания пчеловодства два сотрудника. Светлана Валентиновна, она здесь присутствует, и Кузьмин Андреевич Катыров. Другими работами, которыми мы занимаемся с биологическими веществами, занимаются тоже Кузьмин и Мазина Галина Степановна. Ну а я, естественно, занимаюсь еще одной работой, которая называется «Селекция пчел». Селекция у нас пчел идет на двух островах, в Кузьминском зале, в Кузьминском зале. Когда-то мы взяли, в 2005 году укинул итальянскую породу чок в Кинской селе. Теперь она, мы можем считать, что она адаптирована, мы начинаем ее размножить. Все люди, которые у нас брали этих маток, у нас они находятся, вот Владимир Васильевич здесь присутствует, в Москве. Эти же матки работают у нас и в Белгороде, и во Владимире. Но пока у нас объемы очень маленькие, потому что ограниченность острова, естественно, и ограниченность того, что мы не можем там много пчел держать из-за того, что там нет вообще никакого свободного места. Пчел мы держим частного в секторе в Белгороде. Ну и сами понимаете, что если мы там разорвем пасеку семей на хотя бы на 10-15, то у нас будут скандалы. Потому что на лето туда приезжают отдыхающие дети и все остальное. И всем интересно, что же там творится. Многие даже пытались сделать. Что у нас находится на северо-западе? Эти исследования мы контролируем. Начали мы заниматься этими исследованиями с 1996 года. Данные по пчелам у нас разнятся, но приблизительно плюс-минус 5 тысяч туда-сюда. За прошлый год было понижение пчелосемей в Новгородской и в Ленинградской, особенно в Ленинградской. Чуть ли не на 8 тысяч. Такие данные в этом году на конференции «Аршавский период». Дальше. Какие же у нас пчелы здесь культивируются? Как агрономы говорят. Какие культурники не культивируют, какие породы пчелы? Нет у нас. Пород пчел чистых нет. У нас завозные плотные матки. У нас везде помеси. И помеси разных, говорят, разных породов. Эти данные мы делали, мы сами не смогли сделать. В то время, когда мы начинали, мы делали в Академии пчеловодства. Там есть институт пчеловодства и Академия пчеловодства в Новгородной. Естественно, мы работаем за интерметрильными нашими культурами. Для того, чтобы заниматься пчеловодством, нужно сначала быть агрономом. Чтобы знать, какие периоды, какие работы на пчелах проводить, нужно знать, в какой момент. И когда зацветут наши медоносы. И сколько дней они будут чвести. И при какой температуре они будут выделять нектар. В ночной и дневной. И при какой они не будут выделять. И в каких культурах смывается нектар, а в каких не смывается. Поэтому герамику эту мы ведем с 1996 года. Я здесь данные представил. За 15 лет. Но мы можем отправить за 20 лет. Практически, если за 15 лет, то особых изменений за 20 лет тоже не произойдет. И вот технология зимовки. То есть и зимовки, и технология содержания пчеловодства, которую мы начали разрабатывать с 2000 года. Это технология содержания сильных семей. И зимовка происходит на улице без зимовки. Чтобы сэкономить. Как же дальше? Для облегчения чистки ульев тоже применяется поддон и наблюдение за состоянием семьи. Поступление корма всеми в течение витеризационного периода, как говорят, или же сезона. Мы смотрим, что здесь данные за 10 лет не представлены, что у нас есть весной небольшой медосбор, который может доходить до в среднем 0,7 кг в отдельные дни. И июльско-августовский медосбор, который у нас в среднем за 10 лет данный по 3 кг. Был год, 2004 год, когда в течение пяти дней на пасеке нашей горло нам пчелы несли по 9,5 кг. Но это было всего лишь 5 дней. Был такой год. И в тот год мы сделали фотографии. Ну, чтобы получить мед, как говорят, надо, чтобы было побольше пчел. Поэтому вот такая рамка, которую Попой Владимир Петрович разработал в изоляторах. Мы занимаемся и матководством на каждой точке отдельно. С двух сторон, например, в рамках изолятора. Здесь заключается матка на сутки или на двое, дабы не знаю, что вам применение. Яйца у нас или суточные, или двое суток, чтобы дать тогда отрезок наточник. И те два отвода формируем на желание. В принципе, что матка там, его внимание, скорее, щетка не дает быть. А пчелы из-за этого входят с момента. Вот так формируется у нас весной первый отводок. Это картинка. Здесь две рамки раз можно, две рамки корма и рамка суши с водой. И туда приклеивается, разносится в таком куробе. Маточники зрелые. А следующий отводок или муглеев, естественно, мы уже подсаживаем в клеточки. Вот так идет подсадка. На басике формируется из-за того, что с облета они не всегда возвращаются матки. Поэтому мы где-то процентов 10-15 делаем дополнительный круглевый отводок для облета матки. Перед основным медосбором мы формируем гнездо, отделяем нижний корпус. Разделительная решетка, наверх ставятся рамки с сушью и таким образом готовится основной семья к медосбору. Вот так выглядит наша пасека с формированными двумя отводками. Вот так выглядела наша пасека в 2004 году, когда мы набрали меда в среднем на одну перезимовавшую чурсию 196,4 килограмма. Это был рекорд. После этого поколе Владимира Петрович Церба сказал, забудьте, мужики, чему я вас учил, теперь будем делать так, на занятиях. Вот так выглядели отводки и черосина с двумя отводками. Здесь представлена продуктивность пчел семей за 15 лет, но этот год нас срежет. Мы резко, эта продуктивность наша средняя упадет. Почему? Потому что в этом году мы получили всего лишь по 27 кишечек. Это хорошо, Светлана говорит, это хорошо. А некоторые вообще ничего не получили. Да, вообще меда нету в Псковской области, нету меда в Ленинградской. Сергей Александрович Шершавский говорил, что они начали кормить уже, потому что лечебки начали выбрасывать со средины августа. Рамки судьи полностью ничего не было. И они в этом году отчитываются валовым медом. Понятия товарного меда у них в департаменте в этом году нет. Изучали мы различные биологические добавки. ВС-1, ВС-2, хитозан, полизин, сукцинаты хитозана. Но остановились, вот, более самые такие лучшие результаты были получены из полизинов и сукцинаты. Да, это влияние на яйценоскость марта. Точно так же мы сейчас занимаемся другими предметами, гидроквартицин. Изучали мы селен, изучали мы нано-железо, изучали мы био-йод. И, естественно, мы изучаем, как же влияют тяжелые металлы на жизнеспособность пчел. Вот здесь на графике видно сразу, что при 50%, если взять гидро, жизнеспособность пчел сокращается где-то на 10-12 дней. При потреблении сахарозы с гадвием, тут еще больше, вот, при 50% дает гибелью садка. Видите, тут получается на 20 с лишним. Собращается в гидро с базовым пчел. Далее мы добавляли хитозан с солью свинца. При добавлении 50% гидро, видите, как сразу увеличился, продолжительность жизни гидро. Мы добавляли, конечно, сначала кормили полный ПДК, а потом уже кормили гидро. И, естественно, я сказал, что мы организовались, наш отдел был организован 18 марта 1996 года. То большое надо спасибо отдать нашему бывшему президенту Российской Академии наук, Арманенко Геннадию Алексеевичу. А еще нужно отдать большое спасибо тоже ныне покойному Глазову, который инициировал эту работу. Он инициировал так, чтобы создали лабораторию на его базе, но не получилось. Создали лабораторию при институте. У меня все. Молодой, задумай. Будет.... По-куда я пошел? Ну, спрашивай, спрашивай Я сейчас найду и спрошу Далиurgилов�� Придентress Вот это кто? Ученик вот那個 Александр такой, да, Сезон? Я не знаю, с какого он был. А я подумала, что это такой был 10 лет назад, 20 мальчиков. Нет, даже рядом не стоял. Нет, нет, он тут вообще вот такой был. А не ты был такой. Ну, что вы хотите, мне тогда было 36, а сейчас немножко больше. Может, пенсия, всех приемов, поздравили. Да, да, вопросы, пожалуйста. Я выступаю сильно на дополнительный доклад, на дополнительные работы, у меня есть здесь. А вот есть данные, что в Советском Союзе, значит, в свое время миллионы тонн нектара и пыльцы смывалось и, так сказать, сдувалось, пропадало, будем так говорить, да? Ну, это в прошлом времени. А вот как вы считаете, вот сейчас какой вот объем пропадает нектар и пыльцы? Ну, в Советском Союзе, вот по Псковскому области, я скажу, что раз в 10 больше, чем было при советской власти. У нас, посмотрите, у нас после дождя все это, когда глуши высыхали, все желтое. Почему? А потому что у нас, как раньше частушку говорили про монахов, мы не сеем ни башни. Так у нас такое сейчас состояние. На 90-х год было миллион двести семьдесят тысяч силикоз вводе и девятьсот шестьдесят тысяч башни. Сейчас у нас в обороте башни 45 тысяч, это зерновой клин, это в обороте земля. Всего считается двести восемьдесят тысяч башни. То есть двести восемьдесят тысяч минус сорок пять – это многолетние травы. Многолетние травы неизвестно какого года пользования. То есть это там, где хочется что-то, что-то убирается и они еще выглядят как многолетние травы. Все остальное, даже мелиорация, в которой очень дорогие земли, сумасшедшие деньги уложили в нее. Сейчас там произрастают хвоя, растут белые подосиновики, подберезовики. Где-то произрастает ольха, ива, где-то и береза. То есть все заросло. И эти земли сейчас передают в лесхозы. В лесхозы очень быстро начинают накладывать свое вето на эти земли. Потому что что греха дарить? Берете двадцать лет? Какой ствол? А мы, извините, с девяносто третьего, четвертого года уже не башем, не сели. И что там за один двадцать с лишним лет у нас творится? Вы сами можете видеть, когда вы едете вдоль трассы. Если раньше можно было видеть поля засеянные, или хотя хотя бы шла уборка сенокосы и травы, то сейчас у нас кругом лес, ива и все остальное. Поэтому у нас самый благодатный момент для пчеловодов. Как только придут инвесторы и распашут землю, мы побегим в лес. Деваться нам некуда. Так что радуйтесь пока. Вот уже нас обжимают, да, Светлана Владимировна? Уже вокруг нашей пальчики появились инвесторы. Уже обжимают. Не обжимают, а в косилии попали и упали. Да, и все. И куда пчелам деваться? Это будет тоже ситуация, как в Беларуси. У нас в Беларуси все распахано до асфальта. Ни одного квадратного метра земли не пустует. Точно такая ситуация в Белгороде. Ни одного квадратного метра не пустует землю. Все пестицидами отравлено. А? Все пестицидами отравлено. Правильно, потому что они должны получить урожай. Причем урожай должен быть минимум 50 сантиметров с гектарой. Иначе туда выхлопа нету. Тогда нету прибыли, как говорили. Зато там хоть пашут убирают, а у нас все поля как стояли, так и стоят. Уже колоски уже так, почернели. В этом году такая сложилась ситуация, что не въехать никому никуда. Да, вот пускай бы и не пахали. Но они же не... И мы не ожидали, что у нас такой будет год по медосболу. Мы считали, что прошлый год у нас самый плохой. Нет, я не считал. Но все равно плохой год. Терпимый. Терпимый. Но такого года, как этот, я еще не буду. Был год. Был год. А вот мы ехали по трассе, вот по трассе. А он сам стоял. Я пришел грамм году, в размере 26-ти, если был, вот раз через каждое восемь лет. Было давно, 80-е годы. Ну, это 80-е я еще не зацепил. Да. Да. Уважаемые коллеги, еще раз хочу поблагодарить всех, что собрались. А теперь вы хорошо, плотно поработали, много дискуссировали. Это очень даже хорошо Евгений Константинович сказал, что такое заочное участие. Это послал статью и забыл. А потом звонили. Извините, пожалуйста, а вы там случайно не публиковали нашу статью? Скажите, пожалуйста, какая страница? А то мне срочно читаться надо. Вот такая у нас ситуация. А вот когда мы собрались здесь, и сборники тут на руках, уже тоже это приятно. Поэтому мы хорошо поработали, хорошо потрудились. Вы обедали за свои демни. Я вам сказал, что ужинать будете за моим. И к ужину прилагается выпивка. Пожалуйста, в столовой. В столовой напитки. Ну еще раз. В столовой напитки. Да.